Поехали. Гематологические, нейрохирургические и урологические подразделения учреждений общей лечебной сети. К этому времени в России были развернуты финансируемые Министерством здравоохранения отделения 833 койки для детей больных злокачественными опухолями или 0,25 на 10 тысяч детского населения. Кроме того, с учетом других источников финансирования, общее число койек в нашей стране достигло 942, что составляет 0,28 на 10 тысяч детского населения. Таким образом, обеспеченность онкопедиатрическими койками превышала соответствующий показатель для взрослых в 3,7 раза. До настоящего времени онкологическая служба в педиатрии, в отличие от государственной онкологической помощи, взрослым существенно отличается и организационно, конечно, в онкопедиатрии несовершенно. В отличие от онкологической помощи взрослым, в которой для борьбы со злокачественными опухолями предусмотрена диспансеризация, создано несколько научно-исследовательских институтов. Это институты Герцена, институт Блохина в Москве, в Санкт-Петербурге институт Петрова. В медицинских институтах, на медицинских факультетах организованы кафедры онкологии, при педиатрической онкологической помощи имеется лишь только один научно-исследовательский институт, Институт детской онкологии, онкологического научного центра Российской Академии Медицинских Наук. И ни одной кафедры, кроме кафедры детской онкологии Российской Медицинской Академии, после дипломного образования в медицинских университетах. Для онкологической помощи взрослым в каждой области имеются областные, а во многих городах городские онкологические диспансеры. Но, как правило, квалифицированной помощи детям с опухолями в них не оказывается, потому что в этих лечебных учреждениях нет лицензии по оказанию онкопедиатрической помощи. В регионах, где нет специализированных детских отделений и кабинетов, помощь детям со злокачественными опухолями оказывают различные специалисты, далеко не всегда имеющие достаточные знания в области детской онкологии. На сегодняшний день обучение проходит в рамках ординатуры по детской онкологии специалисты после Медицинского университета. Относительная редкость злокачественных новообразований у детей по сравнению со взрослыми, дети заболевают в 10 раз реже, вносят существенные коррективы в организацию онкологической помощи детям. Наиболее целесообразной является централизованная помощь детям со злокачественными новообразованиями, состоящая из нескольких звеньев. Эта служба состоит из нескольких звеньев, каждая из которых выполняет свои функциональные задачи. Педиатрическое, общеполиклиническое отделение, где проводятся общие обследования, ставится предварительный диагноз и при необходимости ребенок госпитализируется. Или в общую детскую больницу, где проводится более углубленное обследование. Или же сразу же направляются в специализированное детское онкологическое учреждение, детское онкологическое отделение. И важное место в этой сети занимает консультативный онкопедиатрический кабинет, который должен быть организован в каждой области. В его функцию входит организационно-методическая работа с получением достоверных статистических данных о заболеваемости и смертности детей со злокачественными. Продолжение следует...